День экологии Мы, конечно, сегодня констатируем то, что и воздушная составляющая у нас более 50% городского населения живет в сложных условиях с точки зрения атмосферного воздуха. Есть города, где 3-4 раза сегодня превышает содержание вредных веществ, те допустимые параметры и, конечно, различные тяжелые заболевания являются здесь теми причинами, которые сокращают продолжительность жизни людей. День экологии Мы в периоды времени подошли с тем, что более 100 миллиардов тонн находятся в полигонах, в отвалах, каждый год 5 миллиардов тонн мы добавляем. И вот в целом такая достаточно напряженная экологическая ситуация, при том, что в Конституции записано, что каждый из нас с вами имеет право на благоприятную окружающую среду, она заставила самым серьезным образом всех нас, в том числе и в первую очередь и депутатов Государственной Думы, побеспокоиться о законодательном обеспечении тех мер, которые бы коренным образом изменили ситуацию в вопросах охраны окружающей среды, в вопросах экологических. Я вам должен доложить, что мы приняли в период шестой сессии 50 законов, которые все направлены на решение вот этих проблем. Улучшение воздушного бассейна, водного, в целом экологического состояния окружающей среды, лесных богатств наших. Я хочу сказать, нам удалось создать по существу новый законодательно-экологический каркас с принятием базовых законов. Это 219 закон, закон об экологическом нормировании, это 458 закон об обращении отходов. Это 415 закон базовый, который наводит порядок в лесу, берет под учет все, что связано с использованием лесных богатств, ужесточает административные наказания, вплоть до конфискации всего и вся, что используют всевозможные черные лесорубы и другие серые, как говорится, схемы и так далее. Вот эти законы, они в своей правоприменительной практике, конечно, изменят ситуацию. Ну, допустим, 219 закон, вчера я был в электростале, металлургический комбинат, самый крупный, первенец, 100 лет будет в 2017 году. Конечно, 2000 изделий, жиропрочные сплавы, всевозможные стали, все, что связано с космической составляющей, авиационной, военной, оборонной, вся часть. Но выбросы, особенно в старых цехах, они недопустимы в соответствии с принятым законом. Вся добывающая составляющая, она у нас слишком является серьезным загрязнителем атмосферного воздуха и территории. И вот там, если через 3-4 года наши предприятия, которые берутся под федеральный контроль и берут с ней юридическое лицо каждой труба, выбрасывающей и сбрасывающей, там предусмотрено стократное увеличение штрафов или модернизация, которая прописана через экономическое стимулирование, или, извините, остановка производства, потому что такие штрафы никто не выдержит, тем более при сегодняшней нашей экономической и финансовой политике. Вот мы, хочу сказать, не так просто принимали эти законы. Наша главная задача теперь правоприменительная практика, потому что вот 60 только подзаконных актов на двух законах 219 и 458, мы должны принять и на последнем экологическом нашем высшем совете, мы подробно слушали министерство ведомства, как завершается эта работа, чтобы шло правоприменение на должном уровне. Сегодня, исходя из ситуации 458 закона, мы тоже видим большую в этом плане возможность изменить ситуацию с обращением твердых бытовых и промышленных отходов. Вот взять Подмосковье и нашу Москву, ну и любые другие крупные наши промышленные центры, трудно найти района, где бы сегодня не возмущался народ. Вот недавно был в Чехове, перед этим был в Зарайске, перед этим был в Кашире, и вот вчера, пожалуйста, Электросталь, перед этим был в Павлопосадском районе. Везде возникают проблемы, народ гудит, допустим, в Чехово полигоны по телу и по высоте все расползся так, что является просто-напросто тем очагом, который беспокоит всех людей, экологически бедственным, бедственной точкой, или полигоны не рекультивируется. И вообще система, система того, что вопросами отходов занималось муниципальное образование, где нет возможности всерьез решать вопрос утилизации, то есть переработки. Мы этим законом все поставили, как говорится, на ноги, и теперь регионы, федерации, с помощью, конечно, муниципального образования решают эти большие проблемы. Программное обеспечение, выделение средств, защита программ по утилизации отходов, все это является той системой, проработанной разумной системой, которая, безусловно, позволит нам изменить ситуацию. Я должен сказать, все, что связано с недропользованием. Мы приняли 18 законов. Здесь тоже много очень сделано для того, чтобы изменить ситуацию. И от чрезвычайных происшествий мы с вами помним, там и всякого рода нарушения, вспомним Мексиканский залив. У нас много аварий, много также загрязнений водных, акваторий и так далее. Здесь принятые законы также позволяют нам самым серьезным образом надеяться на изменения ситуации. И в вопросах безопасности, и в вопросах создания тех резервных мощностей, которые могут менять ситуацию как раз к тому, чтобы справляться с чрезвычайной ситуацией. Лесные наши дела. Каждый сегодня человек беспокоится о каждом дереве, о каждой роще, парке, о той лесной опушке своей любимой. Но мы дожили до того, что в лес не зайти. Ногу можно сломать. Лес не чистится, не убирается. По большому счету лесная охрана в десятки раз вырезана. У нас сегодня всего около 70 тысяч человек на наши миллиардные леса. Почти столько же в Белоруссии на 9,5 миллионов. И вот в этом плане, вот это вот неразумное глумление над службами, уничтожили в том числе и лес авиохрану, опять-таки эти пожары, это недобросовестность, которая превратила нашу лесную державу в убыточную на этом направлении. И участие всего в полуторами процентами в общем нашем ВВП, все это позволило нам резко поменять систему законодательного обеспечения в необходимые лучшие стороны, особенно в ООПТ и в наших особо ценных охраняемых защитных лесах. У нас сегодня созданы все необходимые законодательные базовые акты, которые при нормальном осуществлении правоприменения могут в корне изменить ситуацию. Вот сейчас пожары были, допустим, в той же Байкальской природной территории, в Забайкале, в Иркутске, в Бурятии, но по закону там должны были построены 21 химическая станция только на Байкальской природной территории. Деньги были выделены туда, и ни одной не построили ни одной пожарной станции. Конечно, это безобразие. У нас было 50 тысяч колхозов и совхозов, в каждом была пожарная дружина, причем это лучшие были собраны люди. Это в каждом хозяйстве было по одной-две пожарных машины, и они осуществляли все необходимое, чтобы не горели поселки, деревни, как это происходит сегодня. И когда нам говорят, что у нас вроде бы достаточно людей, это безобразие. Ну и последнее, что я хочу сказать, что нам еще не удалось сделать, наш закон, авторами которого мы являемся, по почвенному плодородию пока застрял, у нас в этом направлении беда большая, и я бы еще вот к таким вопросам отнес направленную нашу работу, не на завершенные по экологическому аудиту и по экологическому страхованию. Но на этом направлении я убежден, у нас есть хороший задел, и депутаты нового созыва будут активно работать. В целом, еще раз хочу сказать, сегодня вот на комитете мы будем рассматривать, на слушаниях Высшего экологического совета три дня рассматривали вопрос экологического зеленого пояса, и мы в эту сессию примем этот закон, где еще более жестко распишем всю систему мер, которые будут запрещать и сплошные рубки, и жестко регулировать выборочные рубки в этих лесах, запретим стопроцентное размещение отходов, и так далее, и так далее. То есть это позволит всем нам, общественности нашей, более активно еще раз решать те вопросы, о которых мы все беспокоимся. Хочу поблагодарить, поблагодарить за работу нашей общественной организации, которая с нами активно работала, и журналистов, кто этому уделяет большое внимание, особенно нашу программу на ОТР, экологические итоги, они бывают с нами на всех наших мероприятиях, когда осуществляет работу комитет, как воездное свое заседание, и там, где горячие точки становятся нетерпимыми. Спасибо вам. Добрый день, уважаемые коллеги. Я, безусловно, хочу согласиться с тезисом, который высказал Владимир Иванович, о том, что экологическая проблема становится самой актуальной на сегодня и все более актуальной. Нас с вами становится все больше и больше. Сегодня это примерно около 8 миллиардов человек на земле. Каждому нужен глоток чистого воздуха, глоток чистой воды. Нужна одежда, питание, нужна энергия, чтобы защититься от холода, защититься от жары. И все это, безусловно, требует увеличения производства. Увеличение производства за собой тянет, соответственно, и увеличение отходов, увеличение сбросов, то есть загрязнение окружающей среды, ухудшение ее. И это определяет в определенном образом и изменение климата, который мы сегодня с вами чувствуем. Природа, она такая вещь. Когда-то Фрэнсис Бекон сказал, что природу можно покорить, подчинившись ей. Это глубокий философский смысл. Если мы живем в соответствии с законом и природой, мы в гармонии находимся. Если мы говорим, что мы человек разумный, мы себя возвеличили и можем пренебречь законами природы, природа нам жестоко отомстит, неизбежно. Этот человек должен понимать прекрасно. И вот когда мы говорим об актуальности этой проблемы, мы видим, что, слава Богу, на самых разных уровнях начинают осознаваться важные проблемы. И на международном уровне. В целый ряд очень серьезных в последнее время прошло саммитов, конференций. Недавно в Париже была такая конференция с участием глав государств, которые рассматривали проблему изменения климата. На уровне Российской Федерации, на самом высоком уровне, с участием президента состоялось целый ряд очень серьезных заседаний ИСО, БЕЗА и Президент Совета Безопасности. Ну и естественно, о чем говорил Владимир Иванович, что мы, как депутаты, как избранники от наших народа, тоже не можем оставаться в стороне. Эта проблема нас, как любого гражданина нашего, сознающего важность этой проблемы, беспокоит. Отсюда и та активность законодательной работы, о которой говорил Владимир Иванович. Я хочу сказать, что действительно вот эти два закона, закон о нормировании и закон об обращении с отходами производства и потребления, они очень важны для той непростой ситуации, исправления той непростой ситуации, которую мы сегодня наблюдаем в нашей стране, к сожалению. Закон о нормировании закрепляет законодательно необходимость перехода на наилучшие доступные технологии. Это те технологии, использование которых на сегодня приносит наименьший вред окружающей среде. Ну а то, что касается обращения с отходами, как сказал Владимир Иванович, мы перенесли этот вопрос на более высокий уровень, с муниципального на региональный уровень. Я думаю, что это реализация этих законов серьезный шаг в нужном нам направлении, в том, чтобы мы после себя с вами оставили не помойку на земле, а чтобы наши дети, внуки получили от нас в наследство цветущую землю, нормальную окружающую среду, где можно и свободно дышать, и выпить вкусной воды, и съесть неотравленные продукты, и так далее. Мне кажется, что совместно, с уместным усилием мы с вами этой цели обязательно добьемся. Спасибо. За этот созыв комитет принял законов намного больше, чем за предыдущий период. Это говорит о работоспособности, и не только такие революционные законы, как о нормировании и обращении с отходами, но и проведена большая работа и по такому направлению, как закон об ответственном обращении с животными. Это действительно очень непростой, сложной, сложная тема. Почему? Потому что она вызывает очень много откликов, предложений. И у нас два месяца назад активно стал работать новый состав рабочей группы, состоящей из министерств, ведомств. Мы подготовили рабочую группу, подготовили тех законопроекта, которые основаны на такой центристской позиции, которая прежде всего защищает граждан, права граждан, и в то же время на гуманных основах защищает наших животных. Потому что действительно очень много жестокости в нашем мире, и впервые в этом законе животные, они как чувствующие существа представлены. И что бы хотелось два штриха, так сказать, сказать, что в законе, подготовленном законопроекте, запрещено уменьшение животных именно в целях регулирования численности. То есть регулирование численности, оно должно идти на гуманных основах, это стерилизация, приюты, поиск новых хозяев. И хочу сказать, что сегодня этот законопроект подготовлен, его дошлифовывают уже юристы, мы передали его юристам. Слово за в целом теперь Государственные Думы. Ну, здесь тоже надо, конечно, учитывать, что Совет Думы изменил несколько график заседания Думы, то есть у нас только июнь, вот, пленарный, июль месяц уже работает с избирателями, он сократил на месяц. Но я хочу сказать, что огромное число предложений, более двух тысяч, мы перелопатили, прежде чем вот подошли к такой вот центристской, золотому сечению в тексте законопроекта. Вот, и даже такие темы, которые, в общем-то, может быть, не самые такие вот, ну, может быть, важные в плане экологии, но тем не менее, они связаны с нравственностью нашей, а экология безнравственности, она, наверное, не может быть. Спасибо.